Всем привет, это Вероника, студия иностранных языков Freetalk, и это наш видеоблог. Сегодня я бы хотела ответить на вопрос, как же все-таки учить этот английский, у многих, наверное, чтобы на нем заговорить. Несколько очень важных пунктов. Первый, лично для меня, и, кстати, это по жизни касается не только изучения английского, а вообще, наверное, любого нового навыка, хобби, которым вы хотите овладеть. Очень важно задать себе вопрос, а зачем? Лично я стараюсь не пускать на занятия ни одного студента, пока он не сформулирует, а зачем он пришел сюда, чтобы тратить свое и мое время. Мотивации серии «ну, английский же нужен, его же все учат, это модно». Ребята, это не сработает, поскольку вы не можете измерить результат, если вы его себе заранее не прорисовали. Вам просто сканет скучно, сложно, через какое-то время и вы бросите. Я думаю, что знакомая ситуация многим сейчас. Поэтому нужно поставить себе цель и срок. Это может быть что угодно. Например, через полгода я хочу завести новых бизнес-партнеров, с которыми я буду общаться на английском языке. Это измеримо, и это легко достичь, потому что, зная такую цель, вы себе прописываете шаги конкретно. Мне нужно в этих, этих и этих ситуациях чувствовать себя комфортно. Я должен уметь делать презентацию своего бизнеса на английском, я должен уметь вести переговоры и так далее, и так далее. Вот сейчас, после того, как вы посмотрите это видео, пожалуйста, поставьте себе такую цель, что вы хотите, через какой срок, какие основные подцели у вас должны быть. Не так уж и сложно. Второй очень важный момент, как мне кажется, это интенсивность. Традиционные курсы 6-9 месяцев в год, которые, знаете, так развезены, ну там пару раз в неделю, по полтора часа я похожу, позанимаюсь, это не работает. Мозг так информацию воспринимает, ну, не очень эффективно. Нет, конечно, если вы супер замотивированный человек с огромной силой воли и дома каждый день по часу, по два вы сидите, да, вы будете молодец. Ну, в большинстве случаев, поэтому намного лучше выделить себе три месяца вашей жизни, но заниматься интенсивно. Вы приходите три раза в неделю, занимаетесь, дома каждый день хотя бы по полчаса вы повторяете, и тогда за три месяца вполне реально покрыть уровень, ступеньку, будь это beginner, elementary, pre-intermediate и так далее. Но это действительно реально. Однако, опять-таки, сила воли, мотивация, все это же самое. И последний момент, который не менее важен, это погружение в язык. Если вы принимаете решение, что вы будете заниматься изучением языка, вы должны его окружить этим языком себя полностью. В современном мире это элементарно, вы переключаете настройки всех ваших девайсов на английский, все ваши соцсети, телефоны и так далее, и так далее. Вы договариваетесь с друзьями, что раз в неделю, когда вы встречаетесь, вы хотя бы полчаса пытаетесь общаться по-английски. Почему нет? Вы пытаетесь смотреть фильмы, слушать музыку, что-то читать на английском. То есть он должен быть вокруг вас все время. И если вы принимаете решение, что вы изучаете английский серьезно, любое свободное время вы помните, что теперь вы изучаете английский. У вас есть пять минут, вы залезли в свои карточки со словами, которые вам нужно запоминать, вы их покрутили. У вас есть десять минут, вы попридумывали какие-то новые себе ассоциации, что-то попрорабатывали. Ну, действительно, нужно просто посвятить всего себя этому, и тогда за очень краткий срок у вас действительно будет результат. Ну, вот и все, что я хотела сегодня вам рассказать. Спасибо вам всем большое за внимание. Делитесь с друзьями, share it, репостите примеры английского в нашей жизни. I hope to see you very soon. Thank you, guys. Bye-bye.